Шестой микрорайон, улица Березовая, дом 3. По задумке застройщика, здесь должна была раскинуться красивая зона отдыха с фонтаном посередине. На деле же вышло совсем не так радужно. Фонтан давно вообще у вас не работает? Ну, я не знаю. Год, наверное, точно не работает. Год не работает. Да, и в таком состоянии, вот, грязь там, да? Ну, я не помню его в нормальном состоянии. Тут и мертвые голуби валялись, дети игрались, заходили, и никому ничего вообще, никто ничего не делал. Местные жители утверждают, за фонтаном никогда особенно и не ухаживали. Он то работал, то не работал. Чистили его крайне редко. Но в последний год ситуация усугубилась. Сейчас это просто мусорная свалка с водой, гниющий и распространяющий. Запах неприятный. Ну, конечно, это портит общий вид района. Замечательное место. Очень ухоженные клумбы, много вообще хочется сказать и хорошего. Но фонтан, скажем так, он сейчас просто портит общий вид. И если бы его здесь вообще, в принципе, не было, наверное, для всех было бы лучше. А вот местные детвора, уверяет, фонтан на самом деле чистят в его нынешнем состоянии и виноваты сами жители. Его чистили позавчера, то есть доставали камни, но потом их опять закидывали. То есть, ну, их доставали, это рабочие, которые ухаживают за фонтанами. Они доставали, ложили все сюда, то есть камни в эти. И потом оттуда доставали пацаны, мальчики, и кидали, то есть кидались камнями. Похожая проблема и с фонтаном у девятой школы. Только здесь и воды тоже давно нет. Как и детских площадок. Как бы клумба, которая после дождя превращается в болото, и дети в ней лазят, и там просто тоже ничего не убрано. И кому обращаться пока тоже непонятно, кто за это отвечает. Жители винят в происходящем местную управляющую компанию, которая запустила территорию. Компания называется Лин Инвест. Уже который год происходит непонятно что с детскими площадками. Тут тоже раньше стояли все в детских площадках, но была уже просто разруха. Наверное, их несли в целях того, что дети могли убиваться. Про фонтаны – это вообще отдельная история. То есть здесь грязь, здесь дети купаются в грязи, валяются. Мы уже не рассчитываем, что что-то будет. Но надеемся, что что-то изменится. Потеряв всякую надежду на диалог с управляющей компанией, местные жители начали писать жалобы на добродел. И очень надеются, что в их уютном микрорайоне совсем скоро дети снова смогут гулять безопасно. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова